Около 30 ортопедов-травматологов задержали почти одновременно в разных городах Беларуси. Инцидент произошел в Витебске, Гомеле, Музыре и Волковыске. Большинство из них – руководители травматологических отделений. Точной причины происходящего пока никто не знает, но некоторые источники связывают это с протезированием суставов. Недавно на коллегиях ортопедов поднимался вопрос количества просроченной продукции на складах. Оказалось, что ее там на миллионы. Это вызвало много вопросов у руководства, но не совсем ясно, при чем тут медики. Если говорить о разбазаривании средств и учете пригодности, то это скорее бухгалтериями отделом закупок, но и бухгалтерия не знает, какие у протеза сроки годности. Эта информация в базы не вносится, поэтому на балансе протез есть, но часто бывает так, что он оказывается непригоден и нужно закупать новый. Хотя тут тоже есть свои сложности. Из-за санкций появились проблемы с возом импорта. В самой Беларуси делают только эндопротезы тазобедренного сустава. Колени, например, не делают, это все импортируется. Кроме того, металл, из которого делают протезы, на БМЗ не купишь, потому что это специальные металлы, которые по стандартам являются товарами двойного назначения. И в этом случае из-за санкций тоже появляются проблемы. Да и некоторые элементы протезов не вечные, их нужно менять. Поэтому некоторые ортопеды советуют пациентам, как ввести деталь в Беларусь по-черному. Это вторая причина, по которой медиков могли задержать. Как бы то ни было, за ситуацию, в которой оказались белорусские пациенты, несут ответственность не врачи, а сам режим. Но в нашей стране крайним всегда остается тот, кто пытается расхлебывать последствия и пытаться хоть как-то выжить в нынешних условиях. Российские военные ведут себя так, словно они у себя дома, не только на территории Украины, но и в Беларуси. Так жители Мозыря рассказали телеграм-каналу Флагшток, что солдаты РФ недавно искали в городе проституток. Причем военные сами рассказали, что вернулись из Украины и на руках у них пачками доллара и гривны. Видимо, полученные путем мародерства украинских домов и магазинов. Разъезжают оккупанты по Беларуси традиционно с опознавательным знаком ВИ и без номеров. И, видимо, после неудачной попытки найти женщин легкого поведения российские солдаты начинают приставать к местным девушкам, что также сталкивается с негативной реакцией у населения. Кроме того, многие белорусы пишут, что оккупанты еще и активно злоупотребляют алкоголем. К примеру, Евроопт в Наровле уже выполнил годовой план по продажам алкоголя. О похожей ситуации рассказывают и жители Исхойников. Под градусом чаще всего военные РФ ведут себя агрессивно и затевают драки с местным населением. Одна из них произошла недавно в общественной бане Мозыря. Российским оккупантам просто не понравилось, как на них посмотрели. Некоторые из оккупантов пытаются объяснять причины нападения на Украину, мол, ее и Беларусь придумал Ленин. В алкогольном опьянении, судя по всему, российские войска также любят водить авто. Иначе как? Объяснить частые аварии на белорусских дорогах с участием их военной техники. В понедельник, например, грузовик вооруженных сил РФ вырезался в легковую машину на въезде в Мозырь. Состояние авто можно оценить по фото. Оно вряд ли подлежит восстановлению. Ранее многие телеграм-каналы неоднократно публиковали видео, как российская военная техника не соблюдают элементарных правил дорожного движения и часто ездят на красный свет. Примечательно, что охраняют оккупантов в Беларуси силовики, которых всегда можно увидеть рядом с ними. Ну или, как говорится, одно притягивает другое. А как ведут себя российские военные в вашем городе? Присылайте свои истории с фото и видео в наш анонимный Телеграм-бот. Сотрудников предприятия «Витебские ковры» отправили в отпуск за свой счет, не объясняя причин, конечно же. Пока речь идет только о двух неделях. Но работники уверены, что незапланированный отдых продлится куда дольше. По официальным данным, 2021 год закончился для предприятия рекордным за последние четыре года объемом экспорта в денежном выражении. Зарубежным партнером было реализовано более 90% общего объема производства и заработано более 50 миллионов долларов. Если сравнивать с 2020, то прибыль предприятия увеличилась на треть. Но есть и другой показатель, который тщательно скрывается, но который хорошо известен сотрудникам предприятия. Несмотря на оптимистичные цифры продаж, чистая прибыль организации по итогам прошлого года составила всего 400 тысяч рублей. Согласитесь, мизер для такого крупного предприятия с многомиллионными валютными продажами. А говорит это о том, что продажи на самом деле упали, выросла лишь стоимость на товар. А значит, склады переполнены, и именно поэтому производство вынуждены искусственно останавливать. К слову, это подтверждает и то, что рентабельность продаж вместо желаемых 6% оказалась всего 2,5. И что-то подсказывает, что работники, которые не верят в скорое возвращение из отпуска, абсолютно правы. Отличилось мудрым решением проблемой руководства Гомсельмаш. Не имея возможности торговать продукцией за рубежом на предприятии не нашли ничего лучше, как повысить цену комбайнов для белорусского рынка. Рост небольшой, всего 5%, но и сельхозорганизации нашей страны тоже не богатеют. По словам директора центра маркетинга рекламы завода, надо же как-то компенсировать изменение валютного курса и вынужденный отказ от западных комплектующих. Вот она, уникальная экономическая модель. Государственное предприятие, чтобы заработать деньги на жизнь, будет обдирать другие государственные предприятия, которые, в свою очередь, будут доить бюджет. В комитете госконтроля заявили, что в Беларуси цены на некоторые непродуктовые товары выросли с начала года в 3-4 раза. При этом за неполный квартал этого года уровень штрафов за нарушение порядка формирования цен уже достиг прошлогоднего. Такие заявления были сделаны на встрече различных чиновников с импортерами бытовой химии, офисной бумаги, средств гигиены, автозапчастей и масел. При этом так называемый министр антимонопольного регулирования Алексей Богданов в какой-то момент не выдержал и от сухих цифр перешел к небылицам. Функционер рассказал, что население в Европе страдает от того, что им уже давно выдают только определенное количество продукции в одни руки, в отличие от Беларуси, которая справилась с кризисом без этих унизительных норм. Хотя были и такие идеи. А зампредкомитета госконтроля Андрей Лобович предупредил, что ведомство будет жестко реагировать на нарушение ценового законодательства. Мол, некоторые субъекты пытаются пользоваться сложившимися обстоятельствами с поставками определенных категорий товаров и пытаются накрутить цены в условиях ажиотажа у покупателей. Ведь цены в таких процветающих странах, как Беларусь, регулируют не спрос и предложения, а исключительно мудрецы в погонах. Хотя, учитывая пустеющие прилавки, вопрос формирования стоимости совсем скоро будет совершенно неактуален. В Госдуму РФ несли законопроект о признании соотечественниками за рубежом тех людей, которые владеют русским языком. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Согласно законопроекту соотечественникам признаются лица их потомки, проживающие за пределами России, владеющие русскими, относящиеся к народам, исторически проживающим на территории России, а также те, кто сделал свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Россией, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее родились или проживали в РФ. Владение русским языком в данном случае обязательное правило. Также законопроект предлагает уточнить перечень народов, проживавших и проживающих в России. В частности, в него включены представители белорусского и украинского народов, представители коренных и малочисленных народов. Значит ли это то, что белорусам в скором времени начнут выдавать российские паспорта или Путин начнет спасать всех так называемых русских планеты? Попытаемся узнать в нашем ток-шоу «Народ спросит» в четверг в 12.00 на канале Маланка Лайф. Друзья, каждый день мы продолжаем следить за событиями в Украине в наших специальных стримах в 17.00, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Не забывайте также ставить лайк под этим выпуском, чтобы его увидело как можно больше людей. Живе Белоруссии, слава Украине!